Вы посмотрите на этот сочный, острый бургер из говядины. Петушара, пшёл отсюда! О, офигеть! Точно остро! Сделай остро что угодно, только в бургерке. А это такая культовая борода, это что, реально он? Включай ДНТ, галусяны идут. Галусян! Плюс! Подожди, ты снимаешь уже что ли? Да. Сразу бы сказал. Снимаем. Разъяснение сотрудника доставки. По факту порчи заказа номер 11-21. Представьтесь. Сотрудник доставки Александр Родионович Бородач. Где раньше работал? Раньше работал в охране, но решил, что хватит сеять на одном месте. Пора двигаться вперёд по карьерной лестнице. Ну и что? Что, что, как, хренакулся с этой лестницей, теперь курьером работал. Ты должен был доставить секс куклу. Я? Я вообще не в курсе, ребят. Как не в курсе? Вот, вот же в накладной написано. А, тогда в курсе, да? Да ты в курсе, что кто-то новую куклу распаковал и трахнул? Да что вы говорите, прям трахнул? Не прям трахнул, а прям оттрахал её! Клиент жалуется, что кукла БУ. Ну, почему сразу БУ? Она теперь с опытом. Бородач, ну вот как ты вообще до этого догадался? Ну, по правде говоря, очень быстро. Прям в ту же секунду, как накладную прочитал, сразу догадался. То есть ты её распечатал? Вы же не про коробку сейчас, да? И про коробку вот эту тоже. О, а что в коробке, кстати? Бородач, да кто? Куда ты? Кстати, ребят, вы знаете историю про пупырышки? Убери пупырышки. Реально, этот человек, который пупырышки изобрёл, он повесился. Ему воздуха не хватило, короче. Весь воздух пупырышки. Бородач, почему у куклы лицо помятое? Лицо у куклы помятое? Бедно. Ну, в смысле... Давай говори, придурок! Короче, она вначале не давала. Вроде весь набор для разврата был. И Рафаэла, и вино, короче. Ну, она вообще ни в какую, ребят. Ты что, резиновую куклу вином поил? Не, вы что, себя поил? Ну, чтобы раскрепоститься там. Да, Игорь Сергеевич, ну что мы с ним разговариваем? Давайте уволим его нахрен, и дело с концом. Действительно, давайте уволим дело. Да молчи, породач! Уволим. А расплачиваться потом из твоей зарплаты, что ли, будем? Или из моей, может быть, еще? Пусть отрабатывается... Идет! Задолбов! Да ну хорош, ну что вы творите, ребята? Вот ответь мне, зачем ты на кукле написал Маринка Шалава? Ребят, вы что, это не я? А кто? Может, сама Маринка и написала? Ну, там в целых рекламы или промоушена там. Кто вообще такая Маринка? Я не понимаю. Там написано черным по резиновому Маринка Шалава. Ты вообще дурак, что ли? Да, бородач, да хватит чесаться. Чешется он, стоит еще. Ребят, я, походу, от этой парашмандовки что-то подхватил вообще, короче. Не мог ты ничего подхватить. Это новая кукла. Значит, у меня аллерген на резину. Все, приплыли. Значит, надо предохраняться, бородач. Да как? Резина к резине, это ожог будет. У нас, кстати, пантенола нет, ребят. Да подожди. Спасибо. Игорь Сергеевич, ну а что с куклой-то будем делать? Что делать с куклой? Списать ее и на помойку. Бородач, вот с тобой что делать, я не знаю. Ну что, ребят, ну понять и простить. И вопросик один, на какую помойку куклу понесет? Ну просто интересно. Ай, башка. Такое ощущение, что у меня на ней всю ночь каток дрифтовал. Павлик, я тебе открою секрет. Нет, я себя тоже не на пять звездочек чувствую. Долбаный алл-инклюзив, мой любимый. Ой, это где мы так вчера накидались, а? У меня в глазах аж битые пиксели появились. Ну как это где мы накидались? Ну мы же в Египте. В нашем любимом месте. Сука, опять в мини-баре, что ли? Твою мать, Леня. Семь дней, шесть ночей уже. А мы из номера даже писюн не показали. Там же море есть наверняка. Наверняка? Но мы же его не видели, у нас нет доказательств. Дайвинг там, горки, пирамиды наверняка. Наверняка. Но у нас ни одной улики, Павлик. Согласен. Одни домысли. Короче, не, не, все, все, все. Сейчас мы выйдем из номера. Обещаешь? Клянусь, у меня есть план. Мы сейчас надеваем плавки. Пойдем купаться. Че, мой долбачи в плавках в номере сидеть? Это гениально. Это самый лучший тост, который я слышал. Тихо, 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 тихо. Никаких тостов. И не смотри на мини-бар. Не повторяй нашу вчерашнюю ошибку. И позовчерашнюю ежедневно. Не надо. Все, все, доставай чемодан. Ну, Лень, доставай. Мы должны это сделать. Нас ждут приключения. Леня, твою мать. А что ты наделал бы? Палик, ну, прости. Просто в дютифри про запас взял и все. Да хрен ли ты изменяешься уже. Натворил уже все, сука. Еще и взял мое любимое. Ну, ты же знаешь, как я его люблю. Ром? Бухать! Ай, блин, я так мечтал что-нибудь, кроме этого шоколада сраного, поесть. А как что сделать-то с бутылками? Без паники. Чтобы эта зараза не помешала нам выйти из номера. Мы их с тобой сейчас уничтожим. А-а-а! Чуть-чуть, я понимаю, метод радикальный, но таковы условия. А как мы их уничтожим? Ртами. Стаканы надо, да? Чуть-чуть, ну, какие стаканы? Ну, их вот всего две. Вот они, стаканы наши. Я уже вижу, как мы допьем эту дрянь. Я буду плавать в море. Нет, на катере поеду. Сразу по пирамиде и вниз. На парашюте, на банан. Чтобы вообще все кайфы совместить. О, какой звук. Звук от душа. А-а-а-а-ай. А-а-а, башка. Леня, ну иди к твою мать. Мы опять из номера не выбрались. Павлик, может, это нереально? Может, нереально. Для самурая не важна цель. Для самурая важен путь. А вот это точно хороший тост. Люди, ну не начинай. Ну ладно, по-моему. Плюс! Где Надежда? Ну, мам, Ярика. Че, фишак видно? Блин, таланка дешмазка. В финальных сериях Ольге появится та... Пошли нагибать систему. ...которую уже не ждали. Да, бля. Мать его. Опека так не примет. Заявление через «я» пишется, а у тебя за «е». Мне это все писанины уже за «е». Ольга. Со вторника по четверг. В восемь вечера. Все как учили. Пришла, сама все порешала. Ни хрена ты не порешала. На ТНТ. Гаузер! Плюс! 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 Так, народ, секундочку, внимание. Только что поступило заявление о харассменте в нашем офисе. То бишь о сексуальных домогательствах. В связи с чем я немедленно собрал наш дружный и сплоченный коллектив, который в сто раз роднее семьи, чтобы задать вопрос. Вы что, пси на охренели, что ли, на меня заявление писать? Ну, вы действительно иногда позволяете себе лишнего. Что, Кротова? К тебе, что ли, я приставал? Ты мини-пик в юбке. Ты лицо свое хоть в луже видела? Или куда ты там красишься по утрам? Вы меня вчера за попу трогали рукой. Да я твой зад с диваном перепутал и отодвинул тебя, чтобы хоть чуть-чуть света через окно в помещение попадало. То она придумывала себе, трогал я ее. Инина, ну ты же со мной согласна, что наш говорящий шницель кукуха хлеще, чем Бритни Спирс поехал. Ну, вообще-то вы ко мне тоже приставали. Вы меня вчера за грудь щипнули. Инина, ты что? У нас вчера кофе в офисе закончился. Я бодрил тебя. Тебя за грудь, тебя за яйцо. Работать-то надо как-то? Но то, что вы это делали одновременно, еще хуже. Так мы оба работу в девять начинаем. Не мог я нас с тобой бодрить в разное время. Тем более, какое нахрен сексуальное домогательство тебя репим? Ну ты хоть возбудись, заступись за меня. Ты-то согласен, что эти четыре уставшие сиськи просто погнали на полном ходу и несут про меня чушь со скуки вообще? Так, по итогу, кто заяву накатал? Мы втроем. Все, ну суки! Если я вас всех уволю, сейчас придется работать мне? Так, ну этого я делать никак не хочу. Ничего, ничего. У меня есть идея, что сделать, чтобы все были довольны. Все будут довольны. Суки. Так, значит, знакомьтесь, коллеги. Это проститутка Инесса. Теперь, чтобы никого из вас не трогать, чтобы ничего лишнего вы не подумали, я все это буду делать с ней. С ней это не харассмент. Она работает в другой структуре. Мы страхование, Инесса давание. Кротова! Давай работай быстрее! Инина! Ну-ка, проснись давай! Сбодрись, сбодрись! Давай, давай, работать надо! Репин! Это не отчеты, а говно какое-то! Пойдем Инесса в кабинет, в коллектив наказывать. Вкуснятина! Ну просто! Обожаю вот этот момент, когда я в конце дня прихожу с работы, мы собираемся всей семьей за столом, и я ем. Все-таки круто, что мы современная семья с раздельным бюджетом. Кто сколько заработал, тот столько и тратит. Это же ты придумала, Мариночка, да? Да, это я придумала. Так что, Мариночка, ты уж не делай из меня злодея. Да, у меня много денег, а у Никитки дырок зимних ботинков. Но, зато, если ты меня разлюбишь, я спокойно соберу все свои деньги, бизнесы и уйду. А ты спокойно соберешься и уйдешь. И Никитка, если нас разлюбит, соберет, а нет, он просто уйдет. Это независимость, это самостоятельность. Разве вы не чувствуете себя свободными? Мы себя просто плохо чувствуем. О, еда приготовилась. О, я уже обожрался, Мариночка, зачем? Это для нас с Никитой. Опачки. Марина, насколько я знаю, ты учительница математики, которая уже два месяца без работы. У Никиты тоже нет работы. Откуда сосиски, Марина? Ты мне изменяла за две сосиски? Кто эти два гада? Ну, какая измена, Гриш? Ты же ко мне приставил четырех охранников, чтобы всегда знать, где я. Мам, а я правильно живу? Точно, ты же не знаешь как. Смотри, надо вверх-вниз вот так. Никитка, спросил бы у меня, я профессионал в этом деле. Вкусно? Очень вкусно. Это моя любимая деда. Ну, конечно, первая всегда запоминается. Я люблю сосиску, а папу нет. Можно мне вместо папы вторую сосиску? Нам с мамой серьезно поговорить надо. Возможно, скоро тебе придется выбирать, с кем жить. Я с сосиской хочу. Ладно. Иди пока сделай себе этот учебник по математике, пока на настоящий не накопишь. Марина, откуда такая роскошь? Ты что, показала сиськи за сосиски? Что? Ну, конечно, нет. Ну, как это нет? Все сходится. И там, и там две. Да я тебе не изменяла, правда. Я подработала репетитором на удаленке. Репетитором? Насколько я знаю, Марина, голос у тебя не очень громкий. Живем мы на 12 этаже. Даже если бы ученик подошел впритык к зданию, вряд ли бы ты донесла до него знания. Я взяла твой компьютер. Мой компьютер. А говоришь, твоя сосиска. Ты что, хочешь забрать у нас сосиски? Ну, нет, что ты, Мариночка? Ты же работала. Я просто возьму свои 50% за использование оборудования. Держи, Мариночка. Твои честно заработанные полсосиски. Спасибо. Да брось. Я же люблю тебя. Спасибо. За мир. За дружбу. За жвачку. Когда не было мобильных телефонов, социальных сетей и плоских телевизоров. Ешь кашу, а на обед тоже даешь кашу. У людей были совсем другие проблемы. Вы что, правда, платишь, чтобы ходить по улице? Здорово, собаки сутулые! Они как бы тот район держат. Что значит держат? Им его кто дал? Главный хит про 90-е возвращается на ДНТ. Все же все время что-то обещают. Церковь, рай, СССР, светлое будущее. А мы 30% годовое. Я на рынок торговать не пойду. Белье нижнее. Смирные ромена начинаются. Держи. Ларьки не грабить, носу, валон не ковыряй. Мир, дружба, жвачка. С понедельника по четверг в 9 вечера на ТНТ. Гоузер! Плюс! Так. О, погода. Не, погода плохая, не буду читать. Остроение только портит. О! Футбольный клуб Пятигорский Орел. Нормально. Со счетом 7-0 уступил. Эээ, нахрен этот футбол. Так. В местном зоопарке родился тигренок. Скажу, 11 родилось. Не тигрят, а тигров. Мощных, здоровых, быстрых. Пусть они заменят этих чепушителей с Пятигорского Орла. Так. Ну что, я готов. Рудик, ты где? Рудик! Я за него. Ты за него что? Прятался все это время? Слушай, ты кто? Рудик теперь на ТНТ работает. Конфетку ведет. Да, не может быть. Подожди, подожди. Это пранк, Вася. Панк, нет. Подожди, он на ТНТ, ТНТ, который вот там, на вот это ТНТ, который... Да, не может быть этого. Сука, я из кожи вон тут лезу. Из двух кож лезу, потому что пиджак тоже кожаный. А его там высели. Не может быть этого, не может быть этого. Ты как меня будешь снимать, я не понимаю. У нас с Рудиком коннект был натуральный. Он как-то надо тормозил меня, не давал газовать вот это. Нормально с девчонками, с вином вот это все он не давал мне делать. А ты мне что сделаешь? Ты мне ничего не сделаешь. Слушай, ты мне ничего не сделаешь. Это же кайфовое, что он свалили, получается. Ага, давай с тобой везти тебя. Как зовут, братуха? Радзик. Как? Радзик? Радзик, Радзик. Я никогда в жизни не выучу это. Очень сложное имя. Радзик. Как ты сказал? Лукинг? Радзик, я Радзик. Тебе что, всю зиму медведь в ухо долбил? Или что? Радзик, запомни. Дядь будь. Радзик. Нет, это невозможно запомнить, Суши, нет. Это как первый раз на часы посмотрел, убрал, ни хрена не запомнил, сколько там было. Еще раз смотришь, понял, да? Давай я тебя просто Радзик буду называть. Ты мне привычный, и тебе привычно потом. Ладно, мне некогда спорить с тобой. Три секунды до эфира у нас. Сейчас, сейчас, секунды до эфира. Погоди, ну я напишу новость. Одна секунда до эфира. Эй, эй. Эй, эй. Лах-пах-пах-тивери так, тарабах-пах-тах-тих. Тах-тах-тах-тах-тах-тах. Таба-даба-даба-бах. У. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. С вами Сэйвкав ТВ, лучший канал Ставропольского края и Пятигорское в частности. И с вами неподражаемый, неповторимый, еще много. Не-не-не. это эхо в горах в эфире выпуск свежих новостей настолько свежих что некоторые еще даже не произошли ты что несешь ты ведущий с прической одуванчика перед смертью от себя тебе зачем говоришь читай по тексту хочу и добавляю это моя программа в чем проблема я не понимаю ты что докопаться до меня в тебе что-то есть но верудик дерзкий резкий а ты снимай ладно решим 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 и так новости вася пятигорском зоопарке родилось 11 на хрен мощнейших тигров здоровых трехметровых с кликами с когтями с ушами с зубами с глазами они теперь вы знаете что идет они будут играть нашим пятигорском орле они там вася так будут рвать они будут реально рвать соперников мяч добавляет жарик ты почем объясни мне ты что употреблять может или стекло или ты стекловато кушаешь на завтрак это что такое читай как написано один тигренок родился я тебе написал эту новость что не так я приукрашиваю немного это моя специфика подачи материала лучше ты на голове себя приукрасили ты чё такой дерзкий я не понял ты чё борзеешь вася не блин камере где хочу там привет это моя студия ты тут пять минут меня уже вымораживает сказал 11 игров значит 11 игров стоишь там воняешь как из задницы разговаривать местном зоопарке родился тигренок веселее местном зоопарке родился тигренок его один молодец улыбайся следующем выпуске новостей нам гости придет чемпион пятигорская поймем и покажет мне пару приемов и я этому рудику камеру так глубоко засуну что можно будет снимать фильм хроники рудика я вот так вот сделаю ему степашку из него дел я буду дядя ванна будет еду да привет рудик чапалах чапалах шамар 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 ну мы посмотрим кто кому еще засунет если что да и я радик запомни раз и навсегда ты понял меня иди сюда второй раунд с предметами давай 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 а